Саш, я слышал, ты профессионально играл в футбол. В какой команде? Зоркий, Красногор, заканчивал школу, да, выпускник. Так, и вот тогда такой вопрос. В футболе такие деньги, бодибилдинг, это практически одни расходы. Почему? Физкульт, привет, вы на канале Бодимания. И сегодня у нас в гостях призер Москвы по бодибилдингу Гончарук Александр. Виктори Дистрибьюшн представляет. Персональная серия спортивного питания премиум-класса от легенды бодибилдинга Кевина Леврона. Привет, Саш. Привет. Так как ты выступал в классике и занял довольно-таки хорошее место, охота узнать твое мнение. Что главное в классике? В классике, я считаю, самое главное – качество, пропорции. Первое упражнение начинается с верхов грудных, так как у меня они отстают. Ну и в принципе, я замечаю, часто у многих отстают. Вот. Поэтому начинаем с разминки, так как в период сушки можно получить травму. Поэтому разомнем плечевой пояс и начнем. Как видите, веса у нас небольшие сейчас. Очень важно не поднять большой вес, а проработать, почувствовать мышную группу. Как давно ты пришел в бодибилдинг? Ну, соревновательный в 2012 году. Сам готовился после того, как съездил в Питер к Станиславу Линдоверу, выиграл конкурс, снимал с ним видео, вот, и подводился сам. Урезал углеводы полностью, ничего не знал, посыпался. Занял пятое место в юниорах. А как ты вообще попал? Ну, меня отец привел, мне всю жизнь заставлял чем-то заниматься. Он сам занимается у нас, зал свой подвальный, там все само сварено, мужики все делали. С детства всегда заставлял. У меня даже перекладина всегда висела, чтобы к отцу в комнату зайти, надо было один раз подтянуться, чтобы выйти, два раза подтянуться. И как-то все подтягивал, подтягивал, но пока вот сам не пришел на первом курсе к этому, как-то то ходил неделю, то месяц не ходил. И вот на первом курсе начал, втянулся и все. И сейчас ездил в первый раз на соревнования, по-моему, тогда не Москва в Бауманском была, в Бауманке, вот. И все, понеслось, загружилось. Да, вообще конкретно. Потом познакомился с Алексеем Киреевым, который взял под свое плечо, под свое крыло, точнее, помогал полностью вообще, за что ему спасибо. Мы с ним готовились в юниорах, занял третье место на Москве в 2014 году. Вот, потом наша сотрудничество с ним как в тот раз спалось, сложности были. Сейчас готовлюсь под руководством Двиндре, Сметанина, за что им огромное спасибо. Полностью мне помогает. Следующий упражнение брусья. Делаю сейчас без веса, потому что боюсь травмироваться. Делаю где-то 20-15 повторений в диапазоне. Сейчас у меня везде 5 рабочих подходов. На массе делал с весом, соответственно, ну, где-то, может, килограмм 15 еще. Поговорим про качество. Сколько времени заняло у тебя подготовка на сушке? Мы начали где-то месяца за 3 плавно, потому что тренер боялся, что вместе поговорим. Он прям переживал конкретно. Так как на массе у меня 116 килограмм был вес, а ужиматься надо было до 93-94. Вот. Углеводов держали 70 грамм, ниже не опускался, не меньше. Обожди, но это уже последнее время? Это последнее, да, да. Плавно тоже урезали? Да, урезали каждую неделю с каждого приема пищи по 5 грамм. А сколько тебе тяжело это делать? Мне очень тяжело. Очень я, честно скажу, больше не хочу в классику сушиться. Правда. Я вот, не знаю, вижу себя в категории свыше 100, так же, как и мой тренер. Для меня вот бодибилдник это что-то вот такое фриковое. Согласен, это экстремальная масса, но туда надо побольше еще набирать. Согласен. 116 для твоего рода это мало. Дай бог, дай бог, да. Следующее упражнение в Хаммере. Так же делаю на 15-20 повторений в памповом режиме, просто чтобы почувствовать мышечную группу. Саш, я слышал, ты профессионально играл в футбол. В какой команде? В Зорке, Красногор, заканчивал школу. Да, выпускник. Так, и вот тогда такой вопрос. В футболе такие деньги, бодибилдинг, это практически одни расходы. Почему? Ну, скажу так, все-таки в футболе командный вид спорта, и ты тут можешь быть мотивирован, настроен на игру, а 2-3 человека в команде не настроены, и все. Как бы вся команда может полететь. А тут все зависит от тебя в бодибилдинге. Ты здесь где-то недоработал, где-то недопозировал, где-то недоел, сцена все показала. Крайним упражнением на грудь у меня пулловер. Любимым упражнением Арнольда Шварценеггера. Я просто потрясающе чувствую здесь грудь, особенно вверх. Плюс расширение грудной клетки, плюс зубчатые мышцы. Делаю его в конце постоянно, в день грудных. Заключительное упражнение. У меня на трицепс одно, в пампе, так как день рук у меня еще в конце недели. Делаю три подхода где-то по 20-25 повторений. Ну, прошла область. Еще какие планы на этот сезон? Ну, следующий старт Москва, 15 октября. Ну, конечно, очень хочется поехать на Россию, очень прям. Просто даже побывать на таком мероприятии. Но все будет зависеть от того, как выступать на Москве и что скажет тренер. Пожелаем тебе удачи. Спасибо большое. Желаю всем железного здоровья, стального характера. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Бодимания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...